всем привет мы на прогулочку марки сегодня 5 выходной работа из дома и идем с вами сегодня мы в другое место приехали здесь правда были с вами как-то давно но сегодня решили сюда короткий монин ну поехали покажу вам вокруг немножко красоту по которым идем вокруг нас смотрите сосны эвкалипты ой здесь воздух воздух вообще сказочное тепло не сейчас одна птичка атаковала он так со спины я не видел так мимо шеи потому что сезон и они так защищают свое гнездо у нас даже в новостях недавно показывали что будьте осторожны птицы атакуют не ходить в те места где они гнездятся а мы вот очевидно как раз в этих местах идем птичка такая небольшая прямо на мне сзади как уже марк идет сзади показывает птичка я видела птичка хорошо здесь мы сами здесь гуляли кто помнит смотрите здесь местность ровная не на солнышке почва вот такая гладкая посыпана хвоей слышите кукобара очень красивые симпатичные птички с длинным клювом пушистые хищные птицы с таким необычным смехом кукует как вот этого мальчика как бы обратили я думаю если я его убегу то марка будет от меня далеко поэтому как жизнь приходится сосредотачиваться между мальчиками смотрите тоже такие как у нас на бэк ярд видите ромашки и маргарит очки такие дикие я думаю они может быть были оккультуренные а потом в дикие превратились или они сами по себе такие дикие атакации сейчас вам покажу красивые колючие а вот он сейчас вот эти птицы вот вот сейчас он сказал вот эти птицы которые вот клюют осторожно осторожно ну я знаю что в новостях прям совсем недавно передавали осторожно они атакуют эти птицы прям показывали кадры мужчина на велосипеде едет его прям птицы а вы про пауков спрашиваете про змей я вот никогда за все время жизни в австралии ни разу не видела змей здесь пауков страшных тоже не видела ну каких-то обычных видел может быть они опасны но как-то я так особо значение не придавала в общем я не знаю а вот птицы нападают ну опять это в разряд знаете идет чего вот крокодилы говорят нападают акулы нападают или нет ну понятно крокодилы вот сейчас мы идем здесь у нас нет крокодилов они живут в тропиках в тропиках в таких болотистых в теплом таком климате просто лезть туда не надо где они водятся акулы то же самое плавайте там где разрешено где охраняется территория если она не охраняется никто за вашу жизнь ответственности не несет марк так медленно ходит я уже его устала ждать смотрите настригли вот здесь кустов веток с дерева потому что оно наклонилось вот видите прямо над домом вот так вот раз сильным ветром и все и капут ну и так то капут будет но все равно хоть веток поменьше поэтому они вот так здесь предусмотрительно срезали ага да это вот дерево тоже видите как наклонилось ничего не его не спилят непонятно что они так забором его оградили как будто ценность какая то вот так на дорогу вообще свалится непонятно вот видите белье сушится каруселька такая я вам уже показывала ветер дует она крутится белье сохнет типичные австралийские сушки такие у нас такой нет нам не надо нам я придумала до меня марк все сушил плохой день хороший живя в австралии все сушил в сушильной машине стирает сразу сушку сушит не имело значения лето зима тепло холодно я сразу это все дело прекратила я привязала веревку на балконе одна веревка у нас там внизу в саду была но в сад спускаться вы знаете лишний шаг не то что лишний шаг а сами мы всегда любим чтобы удобно было правильно чтобы рядышком и удобно с корзинкой с бельем по ступенькам туда-сюда не ходить я на балконе вот эту веревочку у нас есть и такая еще вешалка которая раскладывается в сушильном шкафу в сушильной машине барабане частично частично так вывешиваем или я вот такой день например вывешиваю потом если она еще немножечко волглое добавляю машинку так чисто по австралийски вот так пенечками видите выкладывать территорию пилочки вот эти юниты какие хорошие маленькие садики всегда проще конечно ухаживать когда садик маленький все цветет кустарнички площадь большая конечно тяжелее я вообще не знаю конечно как марк все маски он даже не снимает он даже домой заходит даже забывает что на маске я не знаю как он так умудрится я маску вот в основном вот так рот закрыт носом дышу если кто рядом а когда рядом никого нет сколько интересно сегодня будет посмотреть посмотрим инфицированных уже сейчас должно быть в течение часа известно в новостях посмотрим как мы идем как наше продвижение ну вот показывает же практика что говорит факты факты против фактов не попрешь что вот на мордниках помогает так люди и тут одевают пока как же мне нравится здесь люди идут здороваются мы здороваемся или улыбаемся или ручкой махнем или сейчас вот мужчина прошел и так здрасте мы с рук с рукой мне очень нравится очень 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 эндорфины эндорфины девчонки опять вам эндорфины да камеры с камерой не соврешь правда говорят вот как как говорят артисты плохая игра не верю то есть артисту надо сыграть а почему Достоевский да говорил не верю потому что артист играет а не передает а ты смотришь и не видишь врет сразу видно а так вот открыл глаза а маринка правду говорит где остап ибрагимович остап ибрагимович не пошел он дальше говорю пойдем туда подальше лень в свитере пошел ой сейчас акацию покажу смотрите какая акация на 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 здесь хоть Достоевский хоть кто пушистенько ой надо быстрее идти шапку сняла жарко сырочек такой хороший энергии много у меня сегодня сегодня знаете на завтрак что сделала вот думаю опять вот все те же ингредиенты вот например мы делаем кашу да я себе там творог потом с йогуртом или без йогурта иногда прям в кашу так положу с краешки такой крупно зерновой а потом а яичко творное да вот сегодня те же ингредиенты думаю что тут хочется чего-нибудь другое я сделал запеканку в микроволновке на 3 минуты положил 3 ложки творога столовых ну кому сколько нравится я не знаю сколько по весу 3 ложки столовых так с горкой одно яйцо и положил свои 30 грамм вот этот сбор круп из которого я кашу варю и посыпала творог сам по себе соленый не солила не сластила и добавила корицы все а чернику и чернику все хорошо вымешала и через 3 минуты у меня получилась такая запеканка такая вкусная как пудинг черник полопалась и я еще да потом полила кленовым сиропом вообще объедение вот все те же ингредиенты а добавила еще немножко грамм 3 сливочного масла так чайную ложку прям хорошего как парень бежит быстро вот молодец давайте сделаю вот протеиновый коктейль у меня клубника там есть которая что-то мне так поднадоела одну упаковку пополам я разделила я вчера честь не делала коктейль тоже делала и сегодня штук там 10 наверное 8 7 может 10 я наверное погорячусь и сейчас я протеиновый протеиновый порошок вот этот травяной порошок клубнику водички будет вкусный такой коктейльчик вот это вот наверное у меня ланч такой будет а ужин потом господи ну маркс мне 5 чипсов купил вот этих отвратительных вкусных птичка че 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 и у меня стык хороший сейчас я его приду замариную и салат ну салат у меня всегда есть салат огурцы помидоры редиска ой видели вот эта птичка вот она меня опять вот вот наверное я ей не нравлюсь надо же надо же таки ну и разные какие вот может такие вот железки трубы вот такие вот какие-то для мостов может быть опора из металла вот вот такие я думаю столбы здесь ну с Muhистом это как вот такая птичка нет это не это не такие у нас бабечка здесь видите порубили и мы просто пообламывались сучьи ну рядом вот то что рядом вот деревья у кого деревья рядом трубодела здесь нельзя здесь надо все очень осторожным быть с этими ураганами вот здесь вот это вот это вообще хлипкая раз хлипкая я не знаю чего не не спилят вот без ветка шарахнет все несет страховка конечно покроет может быть ну наверное не знаю но опять зачем это для того чтобы страховка для того чтобы любая страховка нет любая то что говорю уверенно по машине пример страховка то что я знаю надо внести первую сумму а потом они будут рассматривать это тоже сумма отличается камелия красивая смотрите елочек насажали на краю чтобы здесь вид наверное был хороший и чтобы не обваливалась я думаю корнями они сплетут там ручей чтобы берег не было не обваливался вот они посадили я так думаю вообще не боятся сидеть загорает так здесь вишня какие-то плодовые сто процентов вот сейчас сад сто процентов могу сказать какие-то европейцы живут могут русские жить могут может быть поляки венгры хорваты вот потому что сад плодовые деревья посредине вишни яблони может быть здесь сливы сливы апельсины лимоны там вишневые дерево сто процентов когда такой сад вот со мной кто ходит в бассейн это у нас парной очень много кто занимается садом итальянцы они все мужики в основном парьтесь мужчин женщину а вот эти птички вот эти птички вот эти птички вот эти птички от окушки сваливаем от них да и вот у нас югослав чуть там есть видео мы к ним ходили свиньют они навертили жарили вот у него тоже саду все вот я все выращиваю но здесь очень сложно сохранить вырастить легко а сохранить сложно потому что птицы едят и опоссумы все жжут все надо накрывать закрывать но это надо женщине это не подсиловать надо чтобы мужчин дело у нас хорошо смысле ветки попилим измельчим раз в три года спасибо 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 мы хорошие подписчики и ее баба очень любит нас и она хотела бы сказать ей привет привет Ее имя? Полина Марковна. Привет, Полина Манаква. Марковна. Привед. Полина Марковна. Это второе имя из Йоми. Ты Мак? Марковна. Знаешь, она тебя зовут Маркуша. Макуша. Она одна из моих подписчиков. Она красивая девушка. 45 минут мы гуляли. Так что всем привет. От нас, Полине Марковне. От Маркуши. Ну и всем вам. От нас. Здоровья. Эндорфинов. Любите и будьте любимы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok